Я знаю семьи, где оба носители этой зависимости, они еще к тому же ВИЧ-инфицированы, бывают очень часто. А вот, кстати, говорят, что самые крепкие и надежные семьи, где оба супруга употребляют наркотики. А потому что они знают эту беду не понаслышке, они знают ее и друг друга поддерживают. И этот союз скорее можно назвать браком по расчету, чем по любви. Но я не вижу ничего плохого в этом, абсолютно. Брак по расчету, он тоже очень интересен и может тоже рассматриваться с разных позиций. А любовь, она может появляться. Нет, но брак с расчетом на совместное употребление наркотиков, это все-таки где-то нездоровое какое-то. На совместное неупотребление наркотиков. Ну а почему нет? То есть, когда люди друг друга поддерживают и понимают, скажем, и видят по малейшей интонации, по выражению лица, что вот этот вот партнер сегодня в каком-то нестабильном состоянии, да, ну кто? Я могу это не увидеть, специалист это может не увидеть. По большому счету это клуб анонимных наркоманов у тебя в квартире, в твоей семье. Такой мелкий, маленький такой клубчик. Частный клубчик анонимных наркоманов. Да.